Мурино 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 это новое гетто Очередные вот эти вот окраины Петербурга Которые застроились отвратительными микрорайонами Мурино это что-то ужасное Население здесь растет очень быстро Некрасивые дома Неудобные пешеходные улицы Градостроительная ошибка Пробки Гетто Цыгане Место где люди помогают роботам Доброе утро друзья Мы сегодня в Мурино Мурино самый густонаселенный город Ленинградской области О существовании Мурино известно со второй половины 18 века Первое картографическое упоминание о селении Мурино Было в 1676 году На шведской карте Ингерманландии В 1712 году Петр I пожаловал вице-канцлеру Барону Шафирову имение в 1325 десятин земли Включавшую в себя и деревню Мурино В 1749 году Сменив несколько владельцев Имение выкупается графом Воронцовым И вплоть до 1917 года Семья Воронцовых владеет Мурино В начале 20 века в Мурино Проживало примерно 2500 человек Русских и финнов В 50-60-х годах 20 века В поселке появляются панельные дома Типовой застройки В 1978 году Была построена станция метрополитена Комсомольская В 1991 году Переименованная в Девяткино По данным 1990 года В Мурино проживало 3 323 человека Село являлось административным центром Муринского сельсовета Которые входили кроме Мурино Еще Кугры, Новая Девяткино И несколько населенных пунктов Общая численность населения 11 200 человек Резкий рост населения происходит После 2010 года Когда начинается массовая застройка района По состоянию на сентябре 2023 года Официальное население города Мурино 105 тысяч человек Но в фактической городе проживает Более 200 тысяч человек И еще несколько тысяч роботов Но главная причина По которой съемочная команда нашего блога Отправилась сегодня в Мурино Это наброшуя популярность Фото и видеозаписи Необычного сияния Которые жители района Уже несколько недель наблюдают в небе С этим загадочным явлением Сегодня мы и постараемся разобраться Казалось бы, все как обычно Обычное зимнее утро в Мурино Прохожие курьеры Машины, торговые ряды Но все не так просто Как нам кажется И в этом мы постараемся разобраться Здравствуйте Вас можно на пару слов? Да, можно Вы живете здесь в Мурино? Да Смотрите, такой вопрос Вы не замечали в последнее время В Мурино чего-нибудь такого странного Необычного Например, там какое-то сияние в небе? Нет, не замечал Все как обычно Ничего странного не происходит Обычный городок Тихий Покойный Все весело Вот Зима пришла Нормально все Ясно Все хорошо Большое спасибо Расскажите Вы не замечали в последнее время Что-нибудь странного в Мурино? Ну, в целом Я и учусь, и работаю Поэтому жизни не вижу Так что ничего не замечала С вас можно буквально на пару секунд? Пошли Смотрите Мы просто снимаем видеоконт про Мурино Один, один, второй, два Смотрим Вы живете в Мурино? Смотрите Вы по своему мнению не звучали вокруг каких-нибудь странных сомнительных явлений Сияния Или что-нибудь вот такое необычное? Необычное Я, если честно, не замечала То есть все как обычно С Мурино все в порядке Может быть, я просто не обращала меня В карманы Хватит, что я ничего необычного Ладно, и сияние в небе Ну, я видела Красное небо, например Увидела, да Понятно Ясно Все хорошо Большое спасибо Хорошего дня вам Да, ну вот Нужно всем Бога искать Иисус Христос Спаситель Библия, Слово Божье Обязательно нужно Маты – это проклятие Кто матерится, тот себя проклинает Семью свою И город свой И страну свою Понимаете, ребята? Поэтому Всем надо Бога искать Мы тут вечно не живем На земле Нет вечности А вечности Она есть Удивительной особенностью Мурина Являются местные памятники Сейчас мы находимся Около одного из них И попробуем поговорить С местными жителями О том, что это за памятник Кому он установлен И почему он стоит Именно в Мурино Извините, можно вас на секундочку? Да, здравствуйте Здравствуйте, вас как зовут? Виктор Очень приятно Виктор, у меня такой вопрос На ваш взгляд Это кому памятник? Ну, похоже на Александра Дубина По-моему, это ему Похож, согласен Спасибо, Виктор Сейчас мы попробуем поговорить еще Как бы с одним из жителей Мурино По поводу этого памятника Извините, вас можно на секундочку? Да А вы житель Мурино? Да Здорово А вас как зовут? Илья Илья, очень приятно, Илья А вы знаете, кому этот памятник? Дмитрий Иванович Менделеев Да Так А вы знаете, почему он стоит Именно здесь, в Мурино? Я думаю, что да Ведь вспомните значение Слова Мурин, Мурино Это Черт Как в Москве есть Чертаново Так у нас есть свое Мурино И Я думаю, что Здесь еще надо вспомнить легенду семейную Менделеевых Ведь когда он делал открытие То На три дня заперся у себя в лаборатории И Служанка ставила еду Он ее не брал А в ночь перед самим открытием Вдруг Начали падать какие-то склянки Какие-то шумы были И вот Дмитрий Иванович Под конец кричал Перед тем, как все там успокоилось Я задушу тебя, гадина Я задушу тебя, гадина Ну, соответственно Вот я и думаю, что В данном месте Мы здесь все и собрались Скоро, да Чтобы с этой вот Сущностью Бороться Побеждать Здесь, поэтому мы и живем В нашем Многоквартирном монастыре Замечательно Большое спасибо Пожалуйста Здравствуйте А, вы тоже живете в Мурино? А вы знаете, где здесь найти роботов? А, вон туда пойти Ясно Большое спасибо Так, ну что ж Посмотрим, чем корнем с Мурина Ну что ж Посмотрим на муринские пирожки Так, а вот это уже интересно Василий, раздам все даром Ну что ж, давайте попробуем позвонить Василию Здравствуйте С вами встретиться Тогда подскажите По какому адресу вас можно найти? Все, Василий, да Большое спасибо Мы будем вас где-то через полчаса Все, да До встречи Спасибо Ну что, друзья Начинаются приключения Идем к Василию Ну пока все как обычно Нас не обманывают И снова ничего необычного Человейники 20-25 этажей Пока чисто, пока красиво Что здесь будет через 10 лет Страшно представить Но об этом, я думаю Вам в своем блоге расскажет Илья Варламов Пока никакого гнетучего ощущения И, кстати, да Пока тоже ничего необычного Но то ли еще будет Ну что ж Замечательная наскальная архитектура Мурина Возможно, ее оставили кроманьонцы Или даже неандертальцы Так, слушайте Если вы когда-то были в Ардании В Петре Возможно, у вас будут такие же ощущения То есть вот такие вот скалы Вот такие же рыжие Охристые Которые на вас давят со всех сторон Проход по ущелью Ну, знаете, это Это Мурино Мне здесь нравится Ну, вышли на простор И даже в Мурино видно небо Такие здесь живут Дружелюбные люди Вступать в крупнейшее сообщество Жителей Мурино В стиле грамм Папуар-кода Слушай, снимай вот это Инженер Лусь приглашает желающих Прийти с ним 18 декабря На планету Марс Вица для личных переговоров От 6 до 8 вечера Бульвар Менделеева Дом 11 В дворе Слушайте, ну да Нам вот обещали Странности Странности начинаются Кибела, Старта и Езида Интересно, что они предлагают Надо подумать В руки общения с космосом Класс Ну ладно, я думаю, что как бы наш Муринский Василий Оправдает наши ожидания Проходите Он такой Последний Брата Василия? Да Брата Василия Замечательно Поедем Так, 168 Нам нужно 171 Вероятно здесь Даже без номера Что характерно Здравствуйте Вы Василий? Да, да, да Это я Константин Да, я вам звонил Так, Василий Я со съемочной командой Разрешите? Да, конечно, пожалуйста Что снимаете? Снимаем Блог о Мурино Жителях Мурино Дело хорошее Ну, раздевайтесь Проходите Хорошо Немного Ну, я понимаю Суть по вашему объявлению Готовы? Все, поехали Здравствуйте, Василий Здравствуйте В общем, вкратце Я уже понял Вашу идею О том, что вы хотите Все раздать Ну, не совсем Моя эта идея Но в целом Правильно поняли Ага Очень хорошо Тогда вот Расскажите Вот, как вы пришли К такой жизни Как вы пришли К пониманию того Что все нужно раздать В чем это выражается Ну, я так понимаю Вы уже раздали довольно много То есть у вас в квартире Я вижу только Вот диван покрывало И несколько книг То есть вы Вы уже практически Все раздали Ну, да Ну, из того Что можно видеть Да Я и невидимые вещи Тоже раздаю Вот Но дело в том Что, как бы Я не доходил до этого У нас так заведено Здесь В Мурино Что В определенный момент Происходят Такие вещи Как Сновидение Или Просто Ведение И это Ну, для нас Для муринцев Это Как сигнал К тому Что пора готовиться Вот Готовиться К Походу В Ну, можно назвать Это будущее Можно назвать Это запредельное Можно назвать это Можно это не называть На самом деле Ну, в общем-то Мы понимаем О чем идет речь Мы Муринцы Вот И, в общем-то Да Для нас сигнал Просто дело в том Что Ну, то есть Это промежуточная станция Здесь Мурино Да Кто-то думает Что тут конечная станция Это Ну, заблуждение Большое Вот Но Это не тупик Нет Ни в коем случае Это Это именно промежуток Между прошлым и будущим Вообще Это, понимаете Это край Современного мира Да То есть В плане конечности Да, можно сказать Что это Конец современного мира То есть Это Какой-то его предел В котором Современность Как таковая Она максимально откровенная Понятно Но, как бы Конец чего-либо Может стать Как бы и началом Чего-либо уже другого Вот Вы Мыслите Как Муринец Каждый Муринец Ощущает себя На пределе Да Ага Да, Василий Вот об этом Может быть Наверное Поподробнее То есть Если я вас правильно понимаю Таких как вы В Мурино много То есть Вы Вы не уникальны В этом отношении Да нет Конечно Мы тут все такие В этом плане То есть Ну вообще Мурино Вы тут первый раз Видимо Да Мы в первый раз Оказались Как бы С нашей съемочной Командой Ну В каком-то смысле Я даже вам завидую Да Ну вообще Я в Мурино Сам приехал Из Тайги Из Сибири Вот Ну и тут Все в принципе Приехали Сюда Из разных уголков Нашей Необъятной Родины Да Кто-то там С набережных Челнов Кто-то С Камчатки Кто-то С Пустозерска Кто-то С Казани В общем Отовсюду Отовсюду Люди Сюда Именно в Мурино Место-то Ну по большому счету Это Такой многоквартирный Монастырь И вообще Все это пространство Застраивалось По принципу Соборности И Ну мы все Тут в каком-то смысле Паломники Не знаю Можно сказать Какие-то Ну такие Аскеты Аскеты Ну да Да В таком То есть Это же Ну Вот Я вот видел Карты Петербурга Значит Там вот Они рисуют Что Как бы Вот Мурино Что это Конечная станция Но это Не точно Считать Что Мурино Это Конечная станция Это промежуточная Станция Как раз таки Между прошлым И будущим Между Ведомым И неведомым И мы сюда Приезжаем Именно за этим Да Или вот Думают Что Как бы Это Какие-то Выселки Петербурга Какая-то Окраина Или вообще Ленобласть Как-то так Еще называют Нет Я вообще Даже хотел бы Сказать Что по большому Счету С Петербургом Нас мало Что связывает То есть Мы Люди Сюда Целенаправленно Едут Это Ну Какие-то Странные Ну До меня Там Доносились Какие-то Слухи Что Мол Сюда Едут Ипотека Какие-то Дешевое Жилище Не знаю Таких людей Честно говоря Не встречал Это Это Вброс Понятно Понятно Так Смотрите Василий Еще вопрос Скажите Вы В последнее Время Не замечали Вокруг Себя Вот Здесь В вашем Районе Каких-то Странных Явлений Каких-то Странных Событий Возможно Какое-то Свечение В небе Я Подобные Вечи Видел Постоянно Примерно В первые Ну Месяц Полтора Жизни В Мурлино Как я сюда Переехал Это было Давно Я Внешние Вещи Не вижу Я вижу Я как бы Смотрю Вовнутрь Ну Прожив Достойно Исполна Вот Определенный Срок У тебя Как бы Глаза Разворачиваются Вовнутрь И ты Начинаешь Созерцать Диво Внутренне С вами Так хорошо Говорить Я Вот вам Очень Хотел Прямо Отрывая От сердца Отдать Вещь Которая На самом Деле Ну Вот Ее Как бы Она Видима Но на самом Деле Она О вещах Невидимых Абсолютно Это Вот наш Ну Мой Лично Духовный Учитель Петр Николаевич Ломонов Он В Мурино Не жил Ну Так скажем По документам Да Но По Но По иного рода Документам Он здесь Жил И я собственно Из-за него сюда приехал Вот И Эта книга Его стихов На плотной земле Да Это Так Мурино Тоже Иногда Именно Плотная земля Да Обязательно Пусть Эта книга Послужит вам Путеводной Звездой И в общем Чувствуйте Землю Корни Недра И Путь Спасибо Спасибо Василий Спасибо Очень интересно Пожалуйста А Вот это у вас Простите Вот Кто здесь Притаился За диваном А Да Это у нас Тараканы Метафизические Бегают По стенам Такие Да Но они Безобидные Они в смысле Другие тараканы Конечно Нет совсем Это хорошие Это хорошие Да Их надо Обязательно Впускать в голову То есть В Мурино Когда приезжаешь Ты сначала Всех тараканов Которых ты Притащил Из той жизни Ты их выпускаешь Вот А новых Тараканов Запускаешь Замечательно То есть Это практика Которую Муринцы Придерживаются Обязательно Это На границе На границе Да Замечательно Ну что ж Василий Еще раз Спасибо За ту информацию Которую Вы рассказали О себе И о Мурино Для наших Зрителей Всегда пожалуйста Дай бог Еще встретимся Да Даст бог Свидимся До свидания Всего доброго Пойдем Провожу Снова Здравствуйте Еще раз Здравствуйте Вы от Василия? Да Мы от Василия Он опять замечательно Все Да У него отлично Светится Да У Василия Все прекрасно Светится И излучает Есть такое дело Здорово Поедем 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 Что вы Снимаете Что-то Ну да Снимаем Не опасно? Нет Нет Все в порядке Ну Есть у нас Еще ребята Если вам С Василием Как Ну вообще Было замечательно Если у вас Еще такие же Живут Да Да Василиса И муж У нее Валентин Добрейших Сумерек Дорогие Кроты Молоко Лка Наст Это вот Все Про благодать Божью Вот И мы еще Недавно Недавно Завезли Что-то Колокольная Роса Это уникальный Продукт Очень ценный Мы умеем читать На языке Древесных колец Я об этом Рассказывал Тоже С их Предыдущих Видео В подъезд Не пролезало Ну в дверь Просто Вот На самом деле Ответ Лежит На глубине Как раз таки А не на поверхности Им краном Подняли В окно Перепить Живой воды Практически Невозможно А вообще Восторг здорово И народ Интересный А когда темнеет Архитекторы Знаете Такие Домострои На двух Ногах Сущие Бытийствующие Так вот Знаете Да Есть у нас Один Человек Светлый Все там Хорошо У него Ну как У всех Но имени Своего Не кажет Никому Ну Если вам уже Позабыл Как всегда Помните Меня зовут Архитектор Я один из немногих Людей Который знает Подлинную историю Этого места Мурином Аспекте Любви Которая Является Только Слабым Отбеском Подлинной Божественной Любви Вот этот Священный Символ Около Которого Мы Стоим Был Лично Разработан Графом Воронцовым Сердце Символизирует Означает Священный Сакральный Центр Человека Вот эта Монументальная Композиция Вот этот Объем Опущенный Вниз Символизирует Означает Человеческий Ум Который Должен Снизойти В Человеческое Сердце Озаренное Лучами Божественной Любви И здесь Я должен Сказать Немного О самом Нашем Ордене Ордене Архитекторов Дело в том Что В нашем Ордене Достаточно Давно Произошел Символизирует И наш Орден Разделился Темные Архитекторы Взяли Власть Власть Надградостроительством По их Плану На месте Мурина Который Граф Воронцов Называл Не Мурина А Аморина От французского Слова Амога Любовь Темные Извратили Первоначальный План Воронцова И назвали Это место Мурина Мурина Как мы понимаем От слова Мурин Темный Но нам Удалось Через Господина В тот момент Губернатора Ленинградской Области Который Был Завербован Нашим Орденом Сегодня Мурина Представляет из себя Такой двойной Архитектурный Текст То есть Внешне Осуществлен план Темных Темнейших Архитекторов Построен Человековейник Такая Тюрьма Народов Практически Но внутри Но внутри Тюрьмы Народов Нам Удалось Построить Несколько Тайных Сакральных Внутри Темного Мурина Находится Священная Аморина Которая Соответствует Первоначальному Плану Великого Архитектора Графа Воронцова Выходить Вам скоро? Ну да Есть такое Дело В общем Мы тут Отлично Провели Вечер Ну Что Человече Живи по Богу Да не плюнь На дорогу Ну и Вам Быть здоровым И вам А вы Не выходите? Нет Я уже Кажется Здесь На сегодня Все Съемочный день Мурина Закончен Надеюсь Что нам Удалось Ответить На все Ваши Вопросы Надеюсь Что вам Удалось Понять Что такое Муринское Сияние По крайней Мере Нам удалось Не коснуться Ему Почувствовать Надеюсь Что вам Было Также Интересно Как и Нам Так что Все Ставьте Лайки Делитесь В соцсетях Оставляйте Свои Комментарии Всем большое Спасибо На сегодня Все Семь А вы Промуре Заснимаете Ну Да Уже Сняли На самом Деле Вам На самом Деле Туда И Надо Идти Вот Отсюда А вот Так Туда И шли Туда Там Все Только Только Начинает Нет Тут Начинается Тут Сердце Но Главное Конечно Вот Туда Там Начинается Бездна Потом Железная Дорога Потом Бездна Номер Два Потом Шлиссельбург Потом Бездна Номер Три Потом Уже Ладога Ну А где Ладога Там Все Там Уже Все Там Уже Бездна На Бездне И Уже Начинаются Иллюминаты Начинаются Гномы начинаются маховики, начинается беспредел и полная бездна, но она стартует бездне в Муринской, в Муринской. Главное, что вам нужно найти сияние. Если весь этот путь без сияния, без Муринского сияния, тогда функция особо и нет. Здорово! Большое спасибо! Всего доброго! Попробуйте, попробуйте! Константин, не покидайте Мурино. Я отдал все, и незримо тайное упало в сердцевину моей судьбы. Теперь мне пора в дорогу. Свою келью я оставляю вам. Если привратник что-то спросит, отвечайте просто. Есть Абсолют, есть запредельная бездна, а между ними Мурин. Абсолют путешествует на край Мурина, чтобы шагнуть в запредельную бездну, и нам, по счастью, выборы не даны. До скорой вечности, Константин! Белочка идет к монастырю, сугробы идут к монастырю, и леший идет к монастырю, и сосны идут к монастырю. Здравствуй, последнее время, возможно, лучшее время. Тишина, глубина, немота, простота. Тишина, глубина, немота, простота.